Иконы с изображением лика святых вышиты, нарисованы храмы. Больше двух десятков декорированных пасхальных яиц. Выставка «Светлое Христово Воскресенье» собрала более сотни мастеров со всего региона. Авторы выставили работы в разных техниках. Вышивка крестом, гладью и бисером, роспись акварелью, аппликации, а также один из редких видов изобразительного творчества – роспись по дереву. Это такая работа, которая действительно нужна у массы, чтобы она не где-то там висела. За кормом, а чтобы это люди смотрели, любовались. В этом году организаторы выставки внесли новшества. К каждой работе мастера должны были предоставить краткую аннотацию. Не просто ребенок или взрослый вышивает. Он должен, естественно, изучить историю, что он вышивает, откуда это все пошло, и рисование того же изображения собора, если это собор, что это за собор, где он находится. Естественно, в этом случае идет тесный контакт между мастером, педагогом и ребенком. Творчество, отмечают любители хейдмейда, позволило показать всю палитру пасхальной тематики. Наиболее массово представлена техника вышивки по схемам. Многие авторы впервые выставляли такие работы. Екатерина Газиева иконе Божией Матери посвятила неделю ежедневного труда и уже загорелась новым сюжетом. Сейчас я вышиваю сергиевский пассат. Там тысяча бисеринок. Но она уже быстрее идет, потому что как бы уже навык немножко научилась. И оно идет уже легче. Выставка собрала и коллекцию детских работ. Некоторые справлялись с подделкой за два занятия школьного кружка. Мы использовали синюю и оранжевую бумагу. Вырезали из них цветочки. Потом приклеивали на яйцо. И сверху к клеящим пистолетам приклеивали бусинки такие вот. Выставка «Светлое Христово Воскресенье» продлится до 19 апреля. В этот же день жюри отметит лучших мастеров.